Всем здорова, с вами Валя. Сегодня мы сделаем AR-приложение за 5 минут, или проще говоря, дополненная реальность своими руками. Для этого нам нужны движок Unity и плагин в Euphoria. Начнем с Unity. У меня это майская версия 2019 года .3.0 с уже предустановленными Android SDK. Итак, начнем. Заходим в файл, build settings, меняем платформу на Android и нажимаем switch платформ. После заходим в player settings, меняем имена компании и приложения. Переходим во вкладку offer settings и убираем вулкан. Для дополненной реальности необходим Android 4.4 KitKat и выше, поэтому ставим его и идем в следующую вкладку xr settings. Ставим галочку напротив Euphoria argument reality, а по-русски дополненная реальность. Сейчас будет происходить импорт необходимых составляющих. Теперь переходим в нашу сцену и удаляем main camera и directional light. Их место займет AR-камера. Переходим в инспектор камеры и видим компонент Euphoria Behavior. Нам необходимо нажать кнопочку Open Euphoria Engine Configuration. Первое, что мы видим, app license key. Клич, с помощью которого будут работать приложения. Заходим в браузер и вбиваем в Euphoria. Перед собой мы видим сайт и нам нужно перейти во вкладку develop. По-русски разрабатывать. Нажимаем на лицензменеджер библиотека созданных вами ключиков и жмякаем на кнопку get development key, чтобы получить новый ключ. Я назову его AR5min, а вы можете дать абсолютно любое название. И обязательно ставим галочку. В таблице ниже появился готовый ключ. Осталось его скопировать и вставить в app license key в Unity. Теперь нам нужна метка, на которой будет появляться наш объект. Возвращаемся обратно в браузер и переходим в раздел target manager, библиотека меток. Нажимаем add database, база данных и вводим абсолютно любое имя базы данных. Видим, что она у нас появилась, поэтому заходим в нее и добавляем метку add target. Выбираем single image, плоское изображение и выбираем файл из директории компьютера. Я заранее его подготовил. И это земля. Weight, ширина. Ставим единицу. Наша картинка имеет рейтинг 5 звезд. И это отлично. Начиная с трех, метки работоспособны. Скачиваем базу данных и обязательно ставим галочку unit editor. Думаю не стоит объяснять почему. Сразу после скачивания автоматически открывается unity и наша база данных импортируется в проект. Air camera никогда не работает без image нашей метки, поэтому переносим изображение на сцену, именно к ней и будет цепляться наш объект. Остается добавить этот объект. У меня это минималистическая планета земля, которую я взял из asset store. Немного манипуляций за размером и нам остается сделать объект .image. Я еще добавил скрипт, с помощью которого земля будет крутиться. Последние действия. File, build settings, build. Даем имя apk файлу и ждем бюда. Даем имя. Последний тверд, привод и спать. Даем ему,тверо. По-другому. Вместо того, как бы к ней. Не стоит быть, так что лорова. Уổi лицо. Там же, этот пауз. Вместо того, как лорова. Так. Вместо того, как лорова. Вместо того, как лорова вылетворяете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok